Хей, друзья мои, всем большой привет и добро пожаловать в игру The Sims 4. Давненько у нас с вами не было чудо-генетики, я очень соскучилась по этому челленджу, поэтому сегодня мы будем сводить Зака и Ванессу. Мы пока не знаем, как они будут выглядеть, потому что у нас с вами сегодня кубик, мы бросаем его четыре раза, точнее мы его уже бросили, точнее мы его сейчас будем бросать. Вы посмотрите, какие у нас получатся в итоге Зак и Ванесса. Но могу вам сразу сказать, Зак мечтает открыть свой ресторан. Он карьерист, достаточно высокомерный и немножечко неуклюжий. А вот его избранница Ванесса очень хочет заниматься археологией. Она прям с детства любит истории про мумии, про какие-то раскопки. И, конечно, она хочет как можно больше путешествовать. Она, в принципе, очень сильно увлекается вообще природой, любит читать различные книги и даже планирует действительно, может быть, переехать в другую страну. Но она немножко паранойка и самую малость клептоман. Итак, давайте-ка перейдем с вами к нашим персонажам. Как я уже сказала, у нас сегодня четыре. Четверочка, я же сказала, вроде что у нас сегодня четверочка, да, число. Я надеюсь, что я не перепутала. Я уже успела проверить, что нам там кубик подбросил. И давайте-ка перейдем и будем изменять сначала нашего Зака. Итак, начинаем, наверное, сверху, с формы головы. Раз, два, три, четыре. Ну, в принципе, по-моему, голова вообще не изменилась. Брови. Раз, два, три, четыре. Нет, кстати, брови симпатичные. Мне тоже нравятся. Глаза, ребят, самое интересное. Раз, два, три, четыре. Ммм, мужчина, а вы вроде ничего такой. Нос. Раз, два, три, четыре. Будет смешно, если у нас действительно сейчас такие симпатичные персы получатся. Раз, два, три, четыре. Потом у нас идет челюсть. Раз, два, три, четыре. Давайте теперь подбородок. Раз, два, три, четыре. И губы. И еще, конечно, ушки. Раз, два, три, четыре. Ушки, ушки, ушки. Раз, два, три, четыре. Ух ты, ребят, так по-моему, Зак скрывает то, что он вампир. Вам не кажется? Ну, возможно. А может он косплеит вампира, кто его знает? Давайте-ка, может быть, сейчас перейдем сначала к цвету кожи. Раз, два, три, четыре. Слушайте, это вампир. Это действительно вампир. Раз, два, три, четыре. Вампир-качок, ребята, нам попался. Слушайте, вампир-качок. Такого я еще не видела. Волосы. Раз, два, три, четыре. С зелеными волосами. Ребят, вы когда-нибудь такого вампира видели? Или я лично? Нет. Давайте посмотрим, какая борода может выпасть. Раз, два, три, четыре. Ребята, вот вам Влад Дракула. Какой вам Влад Дракула из Дракула Истории Любви? Вот его настоящее лицо. Ладно, шутки в сторону, ребят. Одежда. Переходим. Раз, два, три, четыре. Ну, свитерочек симпатичный. С крольчишками, зайчишками. Раз, два, три, четыре. Эм, эм, ребята, у него волосатые ноги. Почему у него волосатые ноги, ребят? Раз, два, три, четыре. Зато кроссовки модные. Вы понимаете, кто нам выпал? Нам выпал достаточно миловидный вампир с зелеными волосами. Ладно, Зак. Окей, будь вампиром. Ну, я имею в виду по внешности. Теперь давайте менять Ванессу. Ну что, дорогая, начнем, пожалуй, наверное, опять-таки с формы головы. Раз, два, три, четыре. Брови улетели сразу наверх. Видимо, она просто узнала, кто такой Зак, что он на самом деле скрывает от нее, что он вампир. Поэтому она очень сильно удивилась. Брови. Раз, два, три, четыре. Прекрасно. Глаза. Раз, два, три, четыре. Следующий у нас будет нос. Раз, два, три, четыре. Угу. Прекрасно. Теперь давайте щеки. Раз, два, три, четыре. Потом челюсть. Раз, два, три, четыре. Подбородок. Раз, два, три, четыре. И губы. Раз, два, три, четыре. А теперь еще, конечно же, ушки. Раз, два, три, четыре. Ну, в принципе, нормально, знаете. Игра меня не удивила и не выбрала что-то рандомное. Я вот думаю, начинать, может быть, с волос. Не, давайте, наверное, тоже цвет кожи сейчас ей подберем. Так, подождите, какие брюки? Давайте к телу. Раз, два, три, четыре. Так, цвет кожи выбрали. Теперь, друзья мои, тело само, собственно. У меня, вы видите, сколько есть различных пресетов. Наверное, сейчас что-то из этого выпадет. Раз, два, три, четыре. Слушайте, какая фигуристая красавица нам выпала. Смотрите, какая тонкая талия. Хорошо, Ванесса. Теперь перейдем, собственно, к волосам. Я же так хотела и прическу выбрать. Раз, два, три, четыре. Ну, прям брови совпали практически с цветом волос. Я думаю, что головной убор ей не очень сильно нужен. Аксессуары мы выбрать не можем. Косметику тоже, поэтому давайте переходить к одежде. Ну-ка. Раз, два, три, четыре. Прекрасно. Раз, два, три, четыре. Спасибо. Пять. Ну, смотрите. Она, наверное, бежала-бежала где-то по лесу. Встретила своего Зака, который оказался вампиром. Раз, два, три, четыре. Интересная у нее обувь. Подожди, это вообще что такое? Это какие-то сапожки или это какие-то новые кроссовки? Короче, бежала-бежала, встретила Зака, влюбилась. Любовь, морковь, все дела. И теперь мы с вами должны посмотреть, какие же у них получатся детишки. Ребят, но этот Зак, это просто... Это просто, знаете, ну вот... Действительно. Вау. Посмотрите, какой бы у него получился сын. Но у нас с вами есть мамочка. Итак, первый раз мы с вами без кубика. Так, это у нас, видите, мы ничего не нажимаем, это у нас совсем рандомный рандом. Но еще больше рандом у нас получится... Ну, будем считать, что в следующем поколении, потому что там мы будем еще четыре раза нажимать на кубик. В нашей генетике. Значит, играть с генетикой. Ну-ка, выбирай давай. Просто игра, наверное, сейчас в шоке от того, что мы делаем, поэтому она так долго подгружается. Нам сейчас нужно снова выбрать нашу Ванессу. Переходим к ней. И выбираем теперь девочку. То есть у нас будет мальчик-девочка, мальчик-девочка. Ну-ка. Слушайте, они все, по-моему... А, нет. У нас получается, что старший сын... Ну, будем так их делить. Старший сын пошел в мамочку, а дочка пошла в папочку. То есть девочка у нас вампирша. Понятное дело, что они не по игре вампиры. Вы же видите, что у нас не вампир по характеристикам, у нас вампир по моей фантазии. Будем так считать. Ну и теперь мы должны с вами четыре раза нажать на кубик. Главное мне не запутаться в кубиках. Хотя, знаете, даже если бы один раз мы нажимали на кубик, все равно было бы угарно, я уверена. Значит, выбираем тебя. И посмотрим. Начинаем с мальчиков. Так, мальчонка. И теперь раз. Ну-ка. Два. Ну. Игра точно в шоке. Я тоже. Три. И теперь четыре. Главное не запутаться, ребят. Выбираем дальше. И теперь у нас девочка. Как раз сразу же она нам выпала. Раз. С ананасиком. Смотрите, какой ананас. Мне нравится эта футболка. Два. Три. Четыре. Ну-ка. Вампирша. Да, друзья мои. У нас две девочки вампиршей. И два мальчика. Ну, будем считать, что обычных человека. Значит, первого будет звать Бернард. Ну что, Бернард, давай мы на тебя посмотрим. Становись подростком. Чпоньк. И ты становишься. Ребят, по-моему, я думала, что игра уже подвисла. Ну-ка. Давай-ка мы тебя разденем. Слушайте, а фигура у него достаточно неплохая такая вышла. И, судя по всему, он лицом, наверное, в мамочку пошел. Кстати, потом напишите, ребят, в комментариях, в кого, кто пошел из родителей. Значит, давайте будем выбирать какие-то разные скинтоны. Вот всем выберем четыре разных скинтона. Вот что это у нас за скинтон? Ну, давай вот такой вот возьмем. Думаю, несколько используем всяких еще вариантов. И, в принципе, все. Мы не будем прям сильно их как-то кардинально сейчас менять в плане вот этих вот всяких вариантов. Ну, вот, в принципе, так и оставим. Теперь я думаю, что брови надо. Брови, брови, брови. Бровастенький ты мой. Нет, слишком тонкий. О, вот эти, давайте, брови. Только не будь таким удивленным. Можно подумать, ты не знал, что ты попал в чудо генетики. Вообще, знаете, парнишка симпатичная. Мне кажется, что можно оставить зеленый цвет волос. Может быть, он у нас какой-нибудь там блогер, например. Кстати, давайте тогда ему шапочку выберем. Ну, и тогда, наверное, волосы подлиннее, может быть. Потому что шапочка, скорее всего, их скроет. Можно взять... Давайте что-нибудь такое. У него будут такие вот... Он волосы отращивает, длинные волосы. И предлагаю взять для него вот такой вот кипарик. Мне кажется, что смотрится уже неплохо. Теперь мы возьмем цвет... Цвет. Давайте вот такой. Синий с оранжевым. Или зеленый. Не, зеленый будет зеленым. О, красный с черным. Все. Супер. Ты у нас красавчик-блогер будешь. Предлагаю тебе взять какую-нибудь футболку с каким-нибудь... О, смотрите. Он у нас уже с сумочкой идет себе снимать новый влог. Прекрасно. Надо бы только теперь ему... Вот. Я думаю, что такой. Можем взять вариант верха. А вариант низа у нас будет... Будет, будет, будет. Шорты. Давайте джинсы. Вот такие вот джинсы классические. И теперь, наверное, возьмем... Ну, что мы теперь возьмем? Давай кроссовки. Мне кажется, что темненькие. Или вот такие вот. Во. Мне нравится. Значит, Бернард у нас будет каким-нибудь начинающим видеоблогером. Который решил отправиться в город и поснимать какой-нибудь интересный сюжет и цель своих видео. Ну что, движемся дальше. Дочка. Старшая дочка. И зовут ее Кейт. Ну что, Кейт? Покажись, какой ты будешь в подростковом возрасте. Какая-то она уже суровая, знаете? Почему мужской голос? Почему голоса у нас как-то странно по наследству передаются? Слушайте, если она вампирша, то давайте мы ее сделаем вампиршей. Я предлагаю... Выбрали для нее... Какой вариант скинтон? Что мы тебе можем взять такое? Вот прям такое, чтобы мне понравилось. Давай возьмем, может быть, может быть, может быть... Ну, можно вот этот. Вот этот давайте возьмем. Она у нас будет, знаете, такая вот... Если это старшая дочка, то она, мне кажется, должна быть такой вот неприступной, красивой, холодной. Мы сделаем ей сейчас какой-нибудь макияж такой, достаточно... С одной стороны, сдержанную, может, просто стрелку какую-нибудь длинную. По поводу цвета губы, не знаю. Будем мы что-то менять или нет. Какая вообще помада подойдет под такой цвет кожи. Больше, я думаю, мы добавлять... Нос! Вот! Все! Прекрасно! У нее красный цвет волос. Я думаю, что красный цвет волос мы ей и оставим. Мне кажется, он ей, в принципе, будем считать, что должен подойти. Тем более, он так контрастно достаточно смотрится. Так, брови. Вот такие у нас будут бровки. Давай вот сюда. И теперь посмотрим, что у нас в плане макияжа. Ну, не знаю, ребят. Стрелки. Давайте вот такие вот стрелки. И в плане губ можно было бы такие... Слушайте, а давайте темные. О! Смотрите, какая у нас красавица получается. Теперь перейдем к волосам. Мне кажется, должна быть какая-то прическа. Знаете, может быть, забранная наверх. Может быть, какая-нибудь дулька. Может быть, высокий хво... Это мне не очень нравится. Не-не-не-не-не. Мне кажется, что-то должно быть такое вот действительно... Не, ну так... Хотя, знаете, мне нравится. На удивление, я думала все-таки выбрать какую-то одну дульку или хвостик. Но можно, кстати, такой низкий хвост. Но мне понравились те две дульки. Или вот такие. Не, эти мне меньше нравятся. Хотя, подождите, 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 подождите. У меня есть еще вот такой симпатичный вариант. Но я думаю, что лучше ей взять... Или вот такие. Слушайте, я вот не знаю, с косичками. Давайте с косичками. Давайте с косичками. Ну, тогда бы я для нее выбрала ярко-красные губы. А ну-ка, переходи сюда. Может, даже не ярко, может, чуть-чуть. Нет, ей темный. Вот такой цвет. Блин, мне нравится, как она выглядит. Такая, вы знаете, действительно вампирша, будущая королева вампиров. Можно и взять вот такую вот кофточку. Но мне кажется, что лучше взять... Потому что давайте куртку. Давайте кожаную куртку с красным. Вот такой вот красной кофточкой. С красным топом. Мы не знаем с вами что-то такое. И теперь, наверное, здесь у нас будут какие-нибудь кожаные штаны. Она у нас, знаете, из клана вампиров. Она будет идти по стопам своего отца. И станет главной вампиршей в городе. Смотрите, какая. Ля, какая лялечка. Ну что, лялечка? Кейт, ты у нас старшая дочка вампирша. И ты у нас будешь вся в отца. Значит, младший сын. Тебя зовут Шон. Привет, Шон. Давай посмотрим, каким ты будешь... Ребят, посмотрите, какой он у нас накачанный парнишка. Слушайте, давайте, может быть, мы его сделаем таким вот... Ну, спортсмен, студент. Студент-спортсмен. Кстати, мне нравится, что у него очки есть. Я предлагаю ему очки, в принципе, и остатки. Чего вы все такие удивленные? Как будто бы вы первый раз видите этот челлендж. Уважаемые, не надо так удивляться. Зубы. Вот зубами тут проблема, ребят. Зубы почему-то у меня постоянно русалочи любят выбираться. Это немножко бесит. Смотрим. Какой тебе взять скинтон? Этот мне не очень нравится. Давайте, может быть... Ну, ты какой-то тут очень уставший. Ты слишком уставший. Давай вот этот возьмем. Хотя, ладно, есть ты студент. Все студенты всегда уставшие. О, вот этот мне больше нравится. Вообще необычный. У нас парень вышел такой. Прям очень необычный. Что тебе еще выбрать? Нет, ты у нас пока еще не покраснел. Слушайте, а давайте, может, какой-то шрам ему добавим. Может быть, он у нас начал увлекаться... Не-не-не-не-не-не-не, давай вот без такого. Я думаю, что я даже не из этих шрамов возьму, а что-нибудь... О, вот такой какой-нибудь. Не-не-не, это слишком крупный. Хочу что-то небольшое. Так, наверное, не здесь мне нужны шрамы. А вот здесь... Нет, тоже не хочу. Хочу какой-то, знаете, вроде бы небольшой, но... О, вот здесь. На брови у него будет шрам. Подожди, мы же с бровями еще не поработали. Может быть, он с кем-то где-то когда-то там за девушку подрался, знаете. Может быть, он получил, скажем так. И решил заняться там спортом, уйти в спорт, чтобы, знаете, как-то потом уметь за себя постоять. Что тебе еще? Так, прическу. Слушайте, мне нравятся такие вот кудряшки у него. Я не хочу менять ему кудряшки. Он, кстати, тоже красноволосый. Кстати, а в кого он красноволосый? Я не могу понять. Чего они все в красный цвет ушли? Не хочу. Нет, ребят, не хочу ему никакие ни бороды, ничего не хочу добавлять. Значит, это у нас что-то? У нас получается он без бороды, да? Прекрасно. Тогда теперь давайте выберем для него какую-нибудь одежду. Раз он у нас парнишка-спортсмен, то мне кажется, ему подойдет... Можно было бы и так оставить. Я думаю, что все девочки будут в восторге при виде такого вот парнишки. Кстати, у меня есть вот такая вот футболка. Давайте возьмем для него вот такую футболку. Такой желтый-зеленый. Давайте... Нет, красный не хочу. Коричневая футболка. Теперь какие-то брючки надо подобрать. Что у нас есть из... Можно и такое. Уважаемые, у вас штаны сползают. Это так и надо, вы ничего не понимаете. Вот эти мне шорты нравятся. Можно и так пойти. Вверх у нас к зиме, низ у нас к лету. Нормально. К лету, котлету. Кстати, может в такой курточке? Можно и курточки. Блин, мне эта футболка нравится, но она нам не подходит. Вообще. Можно и эту, но она мне не очень заходит. Слушайте, а есть какие-то футбол... О! Что далеко ходить? Вот у нас есть футбол... Давайте вот эту. А ну давайте вот эту возьмем. Цвет. Цвет, цвет, цвет. О! Давайте какой-нибудь вот такой вот с рисунком возьмем. И мне кажется, какие-нибудь кроссовочки, парнишка отправляется, допустим, бегать или еще куда-нибудь. Предлагаю, наверное, темный цвет. Вот. Золотые. Нет, золотые не хочу. Серые. Мне кажется, неплохо. Он у нас отправляется куда-нибудь потренироваться. И я думаю, что он не хочет, чтобы сейчас ему кто-либо мешал. Кстати, давайте ему татуху добавим. Мне кажется, что он себе еще татуировку набил. И вообще стал супер-пупер опасным парнем. О! Посмотрите, какой у нас получился шон. Ну и последняя девочка. Ее зовут... Ее зовут Мелисса. Красивое, кстати, имя. И мне кажется, что она будет противоположностью своей сестре. Если и та у нас хочет быть главной вампиршей, то мне кажется, что это, возможно, там влюбилась в человека или еще в кого-нибудь там. В общем, короче, у нее будет совсем другая судьба. Мне кажется, она будет более милой, доброй. Поэтому я хочу ей сейчас, возможно, выбрать какой-нибудь легенький макияж. Давайте брови ей возьмем. Нет, такие не хочу. Хочу, 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 хочу. Такие. Давайте вот такие вот брови. Вот так вот. Их сейчас надо как-то разместить. Надо разместить на ее лице. Нет, ты какая-то прям тоже удивленная. Какие-то вы все слишком удивленные. О! Вот так. Мне уже нравится. Теперь скинтон, друзья мои. Какой-нибудь скинтончик надо подобрать. Может быть, может быть. Давайте вот такой, может, фимейл. А что у нас есть здесь вариантов для фимейл? Давайте вот такой фимейл у нас будет. Значит, я бы хотела взять какие-нибудь длинные реснички. Ну, это совсем длинные. Не, не хочу такие. Предлагаю... Нет, эти тоже мне не очень нравятся. Давайте, может... Можно, в принципе, и такие. Можно и не очень длинные. Далее. Возьмем, наверное, 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 с носом что-то сделаем. Вот такой вот носик. И предлагаю взять... Предлагаю взять... А что мы можем мне еще выбрать? Не хочется чего-то такого вот прям радикального. Можно взять... Нет, мне не очень нравится. Если честно, можем добавить... Не, морщинки не надо. Пока не надо морщиться. Не надо отчаиваться, не надо расстраиваться. Все. Я думаю, что мы вот так вот оставим. Только здесь выберем вот этот вариант. Все, прекрасно. Предлагаю перейти к макияжу. Тени. Ну, вот мы можем взять что-нибудь в цвет ее кожи. У нас тут будут небольшие трудности с этим моментом. Хотя... Смотрите. Слишком темно, да? Давайте возьмем вот такой. Темноватый, но этот вариант мне понравился больше всего, поэтому предлагаю его оставить. Волосы. Волосы. Мне кажется, можно взять что-нибудь либо распущенное, либо какие-нибудь, знаете, там, игривые хвостики. Или что-нибудь такое. Знаете, мне нравится такой вариант. Распущенные волосы. Смотрите, выглядит неплохо. Только я не хочу красные. Красные у нас как бы уже были. Давайте, может быть, сделаем ее... Нет, не хочу. Может быть, брюнеткой ее сделать? А давайте вот такой какой-нибудь цвет волос. Или можно вот этот даже. Блондинкой не очень хочу. Мне кажется, оно будет как-то немножко сливаться с цветом ее кожи. Поэтому предлагаю... Предлагаю. Давайте сделаем ее шатенкой. Причем вот такой вот более светлой шатенкой, мне кажется, ей должно пойти. Значит, теперь одежда. Раз у нас та такая вот кексик-шмексик, давайте, может быть, для этой выберем... Кстати, а где моя любимая блузка? Можно вот такую, например, какую-то? Я бы вообще юбку выбрала. Давайте начнем, наверное, с низу. Давайте начнем с низу, а потом уже пойдем наверх. Юбка, юбка, юбка. Можно что-нибудь такое вот джинсоку какую-нибудь, например. А можно, кстати, давайте вот такую. Причем надо какой-нибудь цвет достаточно... Ну, не знаю в плане цвета. Этот мне не очень нравится. Давайте розовый. Ну, попробуем, посмотрим, что у нас выйдет. А вверх, 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 вверх. Погоди-ка, может что-нибудь... Нет, 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 еще раз нет. Может быть, мы можем взять ей такой вариант. Такой нет, не хочу. Этот тоже мне не очень нравится. Можно, кстати, вот такую какую-то блузку. Можно, кстати, отсюда взять. О, смотрите, какая у нас романтичная барышня выходит. А мне нравится. Но мне кажется, что смотрится очень даже классно. И теперь давайте какие-нибудь, может, туфельки. Такие тебе не надо? А давай вот такие тебе туфельки возьмем. Ну, ты у нас такая, знаешь, больше романтичная особая, нежная и очень красивая. В отличие от своей сестры, которая явно хочет поработить всех. Все люди должны служить вампирам. А она у нас будет милая и хорошая. Ну что, ребята, давайте посмотрим, что у нас получилось. У нас был отец Зак. Такой вот гламурный вампир с волосатыми ногами. Он хочет открыть свой собственный ресторан. Не знаю, что он там будет готовить, но я так понимаю, что ресторан у него должен получиться хорошим. У него есть жена Ванесса. Спортсменка, любительница свежего воздуха и любительница всяких открытий, любительница археологии. Она очень хочет путешествовать. У них есть четверо детей. Сын Бернард, которого на самом деле интересует, в принципе, путешествие, как и маму. Но он хочет быть известным видеоблогером. И скорее его интересует путешествие с точки зрения того, что можно снять что-то интересное. Также есть дочка Кейт, старшая, будущая глава их вампирского клана. И она хочет всех и вся поработить, действительно, и стать вообще самой топовой лучшей вампиршей. У них есть младший сын Шон, которого в свое время обидели, может быть, в школе. Может, действительно, подрался из-за любимой девочки. И решил, что он никогда впредь не будет из-за этого страдать и переживать. Поэтому он пошел в качалку, накачался, покрасил себе, может, волосы в красный цвет. И решил, что все, берегитесь, хулиганы. Ну, а также у них есть младшая дочка Мелисса. Очень нежное и милое создание. Она тоже вампирша, но она хочет жить в мире и гармонии. И надеется, что сможет образумить свою сестру Кейт. Ну что, ребят, вот такой вот у нас получился челлендж Чудо Генетики. Мне понравилось. Надеюсь, вы повеселились вместе со мной. Если вы хотите больше Чудо Генетики, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok